В Иванове провели золотой олимпийский урок для двух десятков школ по всей области. Гостями интерактивного занятия стали спортсмены, участники Олимпийских игр прошлых лет и члены делегации, посетившие Сочи во время Олимпиады. Ветеран Ивановского спорта Альберт Федорович Ковцов стал победителем викторины «Народный репортер» и получил бесплатную путевку на игры за счет спонсоров. Своими впечатлениями поездки он с удовольствием поделился с ребятами. Больше всего его удивила Олимпийская деревня, где жили спортсмены. Обратил внимание на то, что в Олимпийской столовой было 500 наименований в меню входило. Прежде, мне приходилось бывать уже на третью Олимпиаду, что такого изобилия продуктов не было. Были учтены запросы всех спортсменов. Участницы Олимпийских игр прошлых лет Мария Сизякова и Алла Бутова провели в Сочи несколько дней. Ходили на соревнования по керлингу и хоккею, болели за конькобежцев. Зато непродолжительное время, что были в столице зимних Олимпийских игр, постарались посмотреть все объекты в прибрежном и горном кластерах. Я так была удивлена, что за такой короткий срок построено столько спортивных объектов, построена дорога, мосты, тоннели прорыто, 8 тоннелей. Я даже не представляю, как это можно было сделать. Я считаю, что мы выиграли Олимпиаду, это как раз подарок тем труженикам, кто построил такую красоту. Золотой Олимпийский урок организаторы постарались сделать нескучным. Для ребят они провели фитнес-разминку. Именитые ветераны ивановского спорта надеются, что нынешний успех нашей сборной подогреет интерес к спорту и юные ивановцы еще себя проявят. Любовь по чернику Андрей Семьволков, РТВ Иваново